В нашем центре русского языка Азбука проходят уроки русского языка как иностранного. Наши преподаватели проводят познавательные, интересные, интерактивные, что самое главное, уроки для студентов любой возрастной категории. Цель нашего центра заключается в популяризации русского языка. Нам очень важно, чтобы люди, которые хотят изучить русский язык, изучали бы его с легкостью и получали от этого удовольствие. 9 мая, ко дню победы, мы решили передать подарочный ваучер ветеранам Великой Отечественной войны. В Тбилиси проживает 70 ветеранов. Мы решили поздравить их лично. Одним из таких оказался Николай Васильевич Чуянов. Условия, в которых он живет, неблагополучные. Поэтому мы пришли к выводу, что должны помочь этому человеку. Первым делом мы наняли сиделку. Это женщина, которая ежедневно ходит к ветерану, готовит обед, ухаживает за ним, следит. Теперь он не один. Пообщавшись с ним, мы узнали очень много чего интересного из его жизни. Мы остались тронуты его рассказами о его судьбе и пройденном военном пути. Я вас приветствую, Николай Васильевич. Спасибо за внимание. У вас уникальная судьба. Вы являетесь олицетворением большой многозональной семьи народов. Вам почти 100 лет. Вы 22 года рождения. Да. А где вы родились-то? На Украине. Мы жили в Кировограде больше. В Кировограде я был в начальной школе сначала. Изучал украинский язык. А вы сейчас помните украинский язык? Балакаю. А что-нибудь можете сказать? А что сказать? Че не пишу? Жили-то хорошо? Жили? Нет. У нас своей квартиры же не было. Мы жили в полуподвале. Пять человек в одной комнате. Папа, мама, я. А еще хозяин, бабушка и хозяйка. Бабушка, вот вам, пожалуйста, пять человек. А как же дальше было дело? Вы же в Баку оказались. Кто-то из товарищей отца переехал в Азербайджан. Были 20-е годы, 30-е годы. Голодают у нас. А в Азербайджане мы замечательные. Живем. Фруктов полно. Это все. Рыбы полно. И переехал. Приехал в Баку. А вот фотография в школе. Это фотография в музыкальной школе. Это в музыкальной школе. Но нашли меня? Нет. Но где? Покажите. Все путают. Вот в Матроске. А в Матроске. А почему в Матроске? Пришли в магазин, ничего не открою в Матроске. Давай в Матроске. И вы закончили школу, и тут война началась? Нет, война не начиналась. Это до войны еще. Явится, значит, военкомат. Нас со всего Закавказа собрали там призывников. И с Грузии, и с Армении, и с Азербайджаном. Всех собрали там. Мы думали, что нас отвезут в то-другое. Подали товарные вагоны. А туалет-то где? А туалет, это дамский вопрос. Холодно было, да? В России уже сентябрь-клево месяц. Это же не Азербайджан, что мы... А мы там в пиджачишках пришли некоторые. Значит, садили из стопника. Он сидел, шуровал эту печь, подбрасывал в уголь. Поезд шел, запечка дымила, в общем, работа шла. Прибыли в Оренбаум. Огромные красные корпуса стоят в середине. Красные корпуса еще с петропавловских времен. Завели какой-то длинный коридор. Здесь комната, здесь комната, здесь комната. Вот, располагайтесь. Открываю. Пустой. Помещение. Цементный пол и никого нет. А где располагаться? Ну, располагайтесь до утра. Ни кровати, ничего. Какой кровать? Располагайтесь до утра. Кто-то кричит дежурный на выход. Ну, как есть подняты кольсоны, эту одну рубашку. Бегу на выход, смотрю. Командир дивизии пришел проверять. Обратился по-человечески. Он, что это за вид? А, кольсон только делаешь. Ты кто такой? Что ты такой? Ну, я ему доложил, что, знаете, что я родитель. С таким стажем. Я учился в радио, ходил в радиоклуб. Я даром времени не терял. Он говорит, организуйте радиороту. Научите людей азбуки Морзе. Дайте ему радиостанцию, чтобы на настоящей радиостанции работал, а не то, что у вас там. Это мой приказ. А вы еще рядовой? А я нет, я уже старший сержант. Я уже командир, командир взвода. Из-за этого же я же дежурил. Так быстро вы шли по... Да. И, в общем, работала наша радиорота, называлась. 22 июня вчера. Вечером 21-го начистились, нагладились. Завтра карнавал их белых ночей в Петербурге. Как раз, конечно, карнавал, белые ночи. Утром, как мы дежурные по части, выстроил все. Подъявите документ, значит, проголосил документ. Смирно. И прибегает дневальный. Да, вот. Почитал, началась война. Слышу, уже репродуктор корчит война. Вот уже война. Внимание! Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В первый день войны до границы с Ленинградом там 150 километров было, тогда отодвинули. И вот это мы проходили эти 150 километров. А потом, значит, когда мы стояли в лесу, дали нам хороший обед, полевая кухня ездила следом, и что тогда было, это когда мы подъезжали только до границы с Ленинградом. Все это. И выдали нам бабуханки, хлеба, все. В общем, обед отличный был. И многие ушли, и в лесу все так, как было, так и побросали. Так у нас, вот это упоминаю, был такой комиссар колеса, дивизионный комиссар. Так он пошел, значит, взял палатки, весь хлеб, который по лесу был разбросан, собрал на эти палатки, пронес перед строем и сказал, ребята, помните за этот хлеб, вы будете еще воевать и будете плакать. Вот когда он нас научил беречь пищу. А скажите, вот вы прошли самое трудное время блокады. Да. И как это было? Мы попадали несколько раз в окружение. Один раз попали в окружение возле Ладожского озера. Так все-таки радиосвязь была? У меня была радиостанция. Называлась радиостанция скоростного бомбардировщика. Было полное, настоящее радиооборудование в этой машине. Один раз мы вышли из окружения. Час выходило, час не выходило, то другое. Еще пока на полях оставалась картошка, оставалось то другое. Вот это пойдешь ночью накопаешь все, как-нибудь можно жить. Деревня там была, несколько домов стояло. Когда мы прибыли на эту новую ладогу, понимаете, пригласили нас на похлебку. В общем, была хорошая похлебка. Дали, значит, попуханки белого хлеба там. Вот это вот такие радости, да? Белый хлеб, похлебка. Да, 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 вот это были радости. А скажите, вот в 42-м году вы сильно заболели? Дождь, потом снег, потом мороз, потом окопа. Вот когда, вот пока окоп, отец солдата, что люди на ходу засыпали. Это заснешь, понимаешь, что все вот это было. Так что я не считаю, что это там приукрашено. Но у вас в госпиталь. И перевезли уже на большую землю, да? В Ярославской области я лежал в больнице. Так вас, значит, комиссовали, да? Меня комиссовал военкомат. Потом, значит, я написал в Баку матери. И мне на Чкебе отсюда прислал пропуск. Я по этому пропуску приехал в Баку. А вы уже себя плохо чувствовали? Дышать нечем было. Туберкулез был настоящий. А вот вы вернулись в Баку. А как вы оказались в Тбилиси? Когда отец после Керчи у меня работал уже начальником финансов здесь, за его такой подвиг, его, значит, определили. Он был начальником финансов санитарного управления. И ему дали комнату здесь, на Советской улице 79. В Украине вы родились, в Баку вы жили, в арабский язык учили, потом переехали в Тбилиси. Вот какие-то национальные проблемы были между разными людьми? Вы знаете, я не знаю достоинства, это чья это, чьи характеры. Но кроме хороших отношений я нигде не видел. Потрясающе. То есть, все где вас принимали хорошо? Везде меня принимали хорошо, везде я был свой человек, везде я своей работой, своим трудом доказывал, что я умею, что я могу сделать, чем ему помочь. По-грузински говорите? Ну, безусловно, я перевожу по-грузински больше, чем сам грузин. Я могу переводить. Жена же у вас русская, да? Нет, жена у меня здешняя. А грузинка? Да, она грузинка, половина армянка. Вот это моя супруга там, да. Здесь познакомился тоже. Там на Пушкинской была мастерская, где сейчас там ресторанчик. То есть у вас были мастерские, вы занимались своим делом? Да, я занимался своим делом опять, да. Ну, я, наверное, проходил, там что-то проносил, а когда принесла испорчину на приемник, я ее сколько промотовал, пока не женился. А вот вы как познакомились. Она пришла вам чинить радиоприемник. Да. Так вы, наверное, здесь известный человек были, как мастер по почетке. Я не хвастаюсь. В Тбилиси, кроме меня, никто стабилизатор не делал. Стабилизаторы напряжения тогда были, и они никто не знали. А вообще меня знали как хорошего специалиста. А сколько вы в этой квартире живете? Сколько лет? Около 60 лет. Конечно, вам отсюда никуда уже уходить-то не хочется. Это все свое. Каждый угол знаете. Вы поколение, можно сказать, прошлого века. Прошлого века. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Что бы вы хотели передать словами? Любить свою родину и свой народ. Это самое главное. Человек, который не уважает сам себя, не уважает свою нацию, не уважает свою родину и не уважает свой народ, я считаю, он никогда не будет патриотом. Я, знаете что, я принес тут гитару. Да. А вы петь-то любите? Пови витре на Украину, где покину я девчину. Пови витре хвостю ночи. Пови витре хвостю ночи. А русскую песню? Расцветали яблони и груши. Поплыли туман над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий, на берег Крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий, на берег Крутой. Выходила, песню заводила, Про степного, синего орла, Про того, которого любила, Николай Иванович, очень приятно от вас получить в подарок эти две бутылки прекрасного грузинского вина. Вы есть представитель нашего великого прошлого. И мы должны на вас равняться, чтобы была гордость за свою большую-большую отчизну. Мы являемся с вами плодом нашей большой-большой отчисты. Мы должны стараться это сохранить. Вот всего вам, Николай Иванович, самого наилучшего. А мы будем вам помогать. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас.